Великая Коко Шанель в начале 20 века говорила, чем старше женщина, тем выше каблуки. Но вот прошли десятилетия и в сезоне весна-лето 2014 года не менее великий Карл Лагерфельд, создающий коллекции для модного дома Шанель, выявил на подиум моделей, на ногах которых были удобные кроссовки. Вероятно, если бы об этом узнала сама Коко Шанель, то перевернулась бы в гробу, но процесс было уже не остановить. Женщины всех возрастов по всей Европе стремительно снимали каблуки. Почему такое произошло, поговорим в сегодняшнем видео. Осенью 2012 года друзья пригласили меня в Питер. В качестве обуви для этого путешествия я прихватила с собой модные тогда ботильоны на шнуровке и высоком, тонком и ужасно неудобном каблуке. Конечно, все дни мы гуляли, и за долгие часы прогулок мои ноги ужасно опухали и болели. Но кого это тогда волновало? Высокие каблуки тогда носили все и всюду, но вот прошли годы и в путешествии я беру с собой только удобную обувь, кроссовки или кеды. Кстати, на просторах YouTube есть канал о путешествиях, который так и называется «В кедах по миру». На нем можно увидеть пешие прогулки вместе с автором канала Кирой. Парень побывал во многих городах Европы – Парме, Болонье, Дрездене, Будапеште и многих других. А в роликах рассказывает не только о достопримечательностях, но и о своих впечатлениях и наблюдениях. Лично мне было интересно узнать, что в итальянском городе Феррара женщины водят скутер на шпильках и в юбках. Любителям путешествий советую тоже заглянуть на канал «В кедах по миру». Ссылочка будет в описании. Но прежде чем мы с вами узнаем, почему современные девушки сняли каблуки, давайте для начала окунемся в историю и узнаем, а как каблук появился и зачем он был нужен. Каблук – это деталь обуви в виде вертикальной подставки, приподнимающей пятку выше уровня носка. Понятное дело, что с рождения человечество предпочитало либо ходить босиком, либо защищать ноги примитивной обувью без каблука. Появилось это возвышение, вероятно, в Древнем Египте. Например, в Каирском музее выставлена фреска «Тутенхамон с женой в саду», ориентировочно XIV века до н.э. Обе фигуры стоят в обуви на небольших каблуках. Такая обувь, выполненная из гибких кожаных деталей, скрепленных вместе с шнуровкой, была спроектирована так, чтобы напоминать символ Анг – древнеегипетский иероглиф, представляющий концепцию жизни. Носили обувь с каблуком и мясники Древнего Египта, для того, чтобы ходить выше крови убитых животных и не пачкать ноги. Есть еще информация о том, что земледельцы Древнего Египта также носили каблук, чтобы нога лучше фиксировалась на илистой земле. Древнегреческие и древнеримские актеры носили специальную обувь – катурны – на высоком каблуке. Изготавливались они из мягкой кожи. Надевали их актеры трагедии, изображающие богов, а иногда и императоры, равнявшие себя с божествами. Из женщин же лишь проститутки носили обувь на каблуке для идентификации. В промежутке между 300-м годом до нашей эры и 300-м годом нашей эры в Японии появилась обувь на деревянных каблучках Тагетта, которая со временем преобразовалась и больше была известна как Гетта. Сначала эту обувь носили простолюдины в рисовых полях, а потом их стали носить и все слои населения. Например, до сих пор учениц-гейш можно увидеть в разновидности этой обуви, но на платформе. Их называют окоба, но ранее они были известны как капори-гетта. В индийском храме Рамапа XI века есть скульптура женщины, изображенной в обуви падуки на каблуках-платформах. Подобные можно увидеть, например, в музее обуви в Швейцарии. Они выполнены из серебра и предназначались для свадьбы. Были подобные даже с распылителем воды. Знатные женщины Ливана в XIV-XVII веках носили деревянные капкабы или налины. Это деревянные туфли на каблуке, которые часто инкрустировали перламутром, а верх вышивали золотой или серебряной проволокой. В ноге капкабы крепились с помощью шелковых или кожаных ремешков. Нужны они были для защиты от уличной грязи. В Европе женщины начали носить высокую обувь чопины, которые были распространены в XIV-XVII веках. Они изготавливались из пробки или дерева. И, как пишет Валери Стилл в энциклопедии «Одежда и моды», могли достигать до метра в высоту. По крайней мере, венецианский чопин XVI века, представленный в одном из шведских музеев, имеет внушительный размер. Вот посмотрите. Католическая церковь называла эту обувь развратной. Правда, в начале XVII века, когда чопины активно стали носить куртизанки, эта обувь стала выходить из моды. История же современного каблука в Европе началась, вероятно, со времени правления Екатерины Медичи. В 1533 году она надела туфли на каблуках на свадьбу с французским принцем Генрихом де Балуа. Это будущий король Франции Генрих II. Посмотрев, например, Екатерины, подобные туфли стали носить и придворные. А вот в XVII веке Людовик XIV ввел моду на красный каблук. Эту идею он посмотрел у персидских кавалеристов, посланцев Шаха Аббаса I, которые прибыли с дипломатической миссией в 1599 году в Европу. Стоя в стремени на каблуке, кавалеристам было легче удерживать равновесие, доставать лук и стрелы во время боя, а красная подошва означала принадлежность к воинскому сообществу. Эта идея пришлась по вкусу придворным Людовика XIV, и красные каблуки с подошвой стали символом дворянства. После Великой Французской революции 1789 года мода на каблук сошла на нет. Женщины отказались от корсетов и высоких туфель, считая это уделом свергнутого дворянства. В моду вошли сандалии, на вроде античных, и туфли без каблука. Главным на светских балах тогда считалось умение танцевать, а поэтому популярны были шелковые туфли-тапочки на кожаной подошве. Тогда время каблука затихло на 50 лет. Уже в начале 20 века появляются самые разнообразные варианты каблука. Рюмочка, танкетка, шпилька и многие-многие другие. А затем дизайнеры стали вовсю экспериментировать с формой каблука. Кажется, что с начала 20 и до начала 21 века каблуки постоянно увеличивались, пока в 2000-х годах не достигли своего пика. Кажется, тогда не было ни одной девушки, кто бы не носил высокие тонкие шпильки или тонкий каблук с платформой. Например, я знаю, что многие девушки из России даже в путешествии по европейской брусчатке брали с собой обувь на шпильке. А, собственно, в самой Европе организовывали забеги на каблуках и даже ездили на велосипеде. В моде был настоящий культ каблуков. Я нашла некоторые цитаты известных людей, которые воспевают каблуки и показывают всю их значимость. Сейчас, честно говоря, такие высказывания кажутся сексистскими и возмутительными. Есть женщины, которые делятся на высокие каблуки и балетки. Не в плане обуви, а как тип отношения к себе и к жизни, сказал дизайнер Марк Джейкобс. Хуже девушки в дешевой обуви может быть только девушка, которая не умеет носить каблуки, сказала журналистка Камила Мортон. В жизни женщины должно быть место шпилькам, в которых сложно ходить, но на которые легко нанизываются мужские сердца, сказала эксперт моды Эвелина Хромченко. Такая установка была связана с психологической подоплекой. В обществе, где мужчин мало, каблук позволяет женщине как бы поднять свой внешний рейтинг и возвыситься над соперницами. А как объяснили ученые из университета Мердока в Австралии, каблуки создают у женщин прогиб в пояснице, что может считываться человеческими самцами как готовность к спариванию и, возможно, является эволюционным сигналом, доставшимся нам от приматов. Самка с таким прогибом больше подходит для того, чтобы таскать на себе детенышей. Я проанализировала причины, по которым, возможно, женщине в середине 2010-х годов сняли каблуки, и я считаю, что на это явление могло повлиять следующее. Ускорящийся темп жизни и распространение женщин-водителей привело к необходимости надеть удобную обувь. Эпоха подглядывания и инстаграма способствовали развитию культа худого тела и спортивного образа жизни. Иногда, правда, псевдо-спортивного, а поэтому в моду все активнее стала проникать обувь для спорта. На защиту женского здоровья встали врачи, ведущие пропаганду здоровой обуви, которая не натирает мозоли, не деформирует стопу, не вредит позвоночнику. Феминистическое движение отвоевало для женщин больше прав, отчего мы стали самостоятельнее и увереннее в своих силах. Нам больше не нужно привлекать мужчин прогибом в пояснице и покачиванием бедрами. Немалое влияние оказало и бодипозитивное движение, которое, наконец, объяснило, женщинам не надо стесняться себя и своего роста. А еще женщина не сексуальный объект, который должен всегда выглядеть идеально, поэтому не обязательно ходить на каблуках. Кроме того, случилось несколько громких скандалов, которые взволновали общественность. Например, летом 2015 года на Каннский фестиваль из-за отсутствия обуви на каблуках не пустили женщин, приглашенных на показ. А в 2016 году по сети распространились истории о жертвах офисного дресс-кода. А в 2018 году интернет обсуждал премию «Оскар», когда актрисы снимали туфли прямо на ковровой дорожке или выносили их в руках на сцену. Именно так мы с вами, женщины, сняли каблуки и, наконец-то, надели удобную человеческую обувь. Но, к слову сказать, в каблуках и правда есть какая-то магия. Когда я надеваю туфли на каблуке, особенно в высоком, лично я чувствую себя уверенно, но при этом очень чувственно, неустойчиво. Ну и, кроме того, просто подтягиваются бедра и ягодицы, и фигура кажется немного стройнее. И все-таки сегодня каблуки уже так яростно не навязываются. Мне интересно узнать, а лично вы рады, что теперь в моде плоская подошва? Не случались ли у вас истории, когда вам приходилось где-то долгое время гулять на высоких, неудобных каблуках? Пишите в комментариях. Ну а с вами была Наталья Ксенчак, я надеюсь, вам понравилось это видео, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube, Telegram канал, на мои соцсети. Очень рада была вас всех видеть, всем пока!